Мальстрём, Животные, Вудуисты, Шестая улица, Шельмы, Тигриные когти, Валентина и Мусорщики. Вот 8 основных банд Найт-Сити, каждую из которых мы с вами сегодня и разберём. Да, конечно, эти преступные организации далеко не единственные в этом городе. После экономического кризиса в начале 2020-х годов, многие компании вынуждены были закрыть свои предприятия, вследствие чего десятки тысяч людей остались безработными. Это повесило крест на большом количестве малых городов, откуда теперь люди толпами уезжали в более перспективные места. Но как минимум такими их считали. Даже настолько огромные мегаполисы, как например Найт-Сити, не смогли справиться с колоссальным потоком безработных, в связи с чем многие ранее порядочные граждане вынуждены были повернуться к преступной жизни. И так развелось просто огромное количество банд. В некоторых местах они порой обладают даже большей властью, чем правительство и корпорации. И по этой причине разбираться в них необходимо. Как я уже сказал, именно в Найт-Сити на данный момент насчитывается множество десятков, если не сотен преступных организаций. Однако сегодня мы будем говорить только о самых известных и влиятельных из них. И начнем мы с печально известной банды Мальстрём. Ее члены это по большей части жестокие и безнравственные фанатики, чья философия целиком диктуется одержимостью кибермодификациями, желанию совершенствовать слабую плоть. Малстрёмовцы без конца печкают себя различным железом, которое отнимает у них всю человечность, как физическую, так и психическую. Внешне узнать члена данной банды проще простого, ведь они могут запросто попрощаться с половиной своего лица ради новой железки. И как нетрудно догадаться, из-за такого количества киберимплантов многие Малстрёмовцы находятся на грани киберпсихоза, если конечно еще в него не скатились. Комбинация силы и неуравновешенности таких индивидов делает из этой банды одну из самых опасных в Найт-Сити, и с ней стоит иметь дело только в самую последнюю очередь. Насчитывает Малстрём около 1300 человек, хотя конечно после всего что я сказал людьми назвать их очень тяжело. В Найт-Сити их территориями считаются Уотсон и северная часть Кабуки. Зарабатывают они в основном торговлей нелегальных лекарств и других веществ, спрос на которые в больших городах всегда на высоте. Также Малстрёмовцы нередко работают и на других людей в качестве наемных убийц. Они известны тем, что выполняют свою работу используя максимально жестокие методы. Многие из их жертв были найдены расчлененными или утопленными в жидком бетоне, а с некоторых даже заживо сдирали кожу. Еще одним немаловажным источником дохода является клуб Малстрёма Татентанс. Он особенно популярен среди таких же сомнительных личностей, как и они сами. Члены других банд спокойно могут прийти в это место и повеселиться под оглушающие треки Нео Дэд Металла, но ровно лишь до тех пор, пока они уважают нравы и авторитет Мальстрёма. Следующая банда, о которой мы поговорим, это так называемые животные. Они в первую очередь выделяются своими навыками уличного боя, а также впечатляющим, неестественно сильным телосложением. Животные, как правило, являются мастерами нескольких единоборств. Свои навыки они оттачивают, устраивая бои между собой на улицах, на ринге и иногда даже в закрытых клетках. Выглядеть настолько громоздко животные помогают разного рода препараты. В частности, например, анаболические стероиды и гормоны роста. Кроме того, члены этой банды часто ставят себе различные самодельные импланты, которые делают их похожими на диких животных. Одни ограничиваются пятнистой леопардовой кожей, другие же могут заменить себе аж целую челюсть, дабы больше напоминать того или иного хищника. Благодаря такому громоздкому виду животных часто нанимают в качестве личной охраны и вышибал. Стоит, однако, уточнить, что название этой банды упирается не только во внешний вид ее представителей, но и в их философию. Животные стараются следовать своим первобытным инстинктам и считают, что являются высшим видом, находящимся на некой грани между человеком и животным. Для этой банды самое главное в любой личности – это его физическая сила. В их небольших группах, на которые, как правило, и разделены животные, самым главным чаще всего назначен наиболее сильный и здоровый мужчина, ну, либо женщина. Таким же образом, внутренние конфликты среди животных, как правило, решаются испытаниями поединком. Тот, кто в бою оказался сильнее, тот и прав. Насчитывает в себе данная банда от 2500 до 3000 человек, и на данный момент у них нет какой-то определенной изолированной территории. Группы животных можно встретить чуть ли не в любой части Найт-Тити. Однако, все же стоит отметить, что в последнее время эта банда была особенно активна в южной части Пасифики. Что касается ресурсов, животные чаще всего зарабатывают себе на жизнь, устраивая весьма жестокие налеты на различные предприятия, а также на укрытия других банд. Вдобавок к этому, животные проводят подпольные бои без правил и продают самодельные медицинские препараты. В частности, уже упомянутые анаболические стероиды и гормоны. Однако, не все члены этой банды зарабатывают нелегальными методами. Как уже было сказано ранее, часть животных нанимается в качестве охранников, вышибал различных заведений, а иногда даже и вымогателей долгов. Далее на очереди у нас будуисты. Эта банда является очень загадочной и насчитывает в себе всего лишь от 50 до 250 представителей, каждый из которых предположительно гатьянской крови. Они стараются работать скрытно и относятся с большим недоверием к чужакам. Если кто вдруг не знает, в 2062 году остров Гаити был стерт с лица земли из-за глобального потепления, после чего вудуисты стали самопровозглашенными защитниками интересов гатьянских беженцев, что, согласитесь, немного необычно для преступной организации. Что касается других особенностей этой банды, вудуисты в первую очередь известны своими невероятными натранерскими способностями, которые могут сравниться даже с подразделениями самых крупных корпораций. Так как большинство вудуистов являются натранерами, их легко узнать по соответствующей одежде и имплантам. В частности, речь идет о охлаждающих костюмах и нейронных имплантах. Как правило, это они сочетают с типичными атрибутами внешности и их культуры. Татуировки, дредлоки, а также аксессуары из костей диких животных. Как уже было сказано выше, банда вудуистов далеко не самая открытая, и поэтому мы мало знаем о их мотивах, структуре и конечных целях. Однако все же какие-то отдельные факты нам известны. По неподтвержденной информации, лидером банды является некая Мама Брижит. Она вместе с остальными вудуистами очень заинтересована в так называемой Старой Сети. Старая сеть, если кто вдруг забыл, это часть сети, которая однажды была сильно повреждена, вследствие чего стало очень опасно. Бесчисленные искусственные интеллекты военного класса были освобождены в свободное плавание, что позволило им эволюционироваться в чрезвычайно опасных сущностей. Корпорация «Сетевой дозор», отвечающая за безопасность сети в Европе и НСША, дабы избежать пагубных последствий всего этого, создала виртуальный барьер под названием «Черный заслон», который нынче и отделяет действующую пригодную сеть от опасной Старой Сети. И так вот, вудуисты как раз очень заинтересованы в последней. Они регулярно проникают через Черный Заслон, дабы раскрыть секреты Старой Сети, а также вступить в контакт с дикими эскинами. Сетевому дозору это ясное дело не нравится, и эта корпорация, наоборот, старается как можно скорее избавиться от опасных искусственных интеллектов. Зарабатывают вудуисты в основном взломом интернет-банков, а также кражей секретной информации различных корпораций и значимых личностей. Также некоторые вудуисты работают в роли наемных нетранеров. «Шестая улица» была основана около 50 лет назад самыми настоящими американскими патриотами, ветеранами Четвертой корпоративной войны. Как известно, после ее окончания на улицах Найтити Царилхаус, инфраструктура была почти полностью разрушена, и государственная полиция была беспомощна перед лицом бесчисленных преступных организаций. Тогда группа бывших военных, прозвавших себя «Шестая улица», решила взять дело в свои руки, став самопровозглашенными защитниками правопорядка. И так они наказывали разного рода отморозков, делая жизнь мирных граждан куда безопаснее. Однако такой «Шестая улица» была лишь изначально. Теперь же можно смело сказать, что эта банда сама не намного лучше любой другой преступной организации. Они тоже злоупотребляют своей силой и властью, а также регулярно нарушают закон. В своих районах «Шестая улица» заставляет малые бизнесы платить им в кавычках «деньги за защиту». Кроме этого, данная банда зарабатывает грабежами, продажей оружия и угоном автомобилей. Последние они, к слову, любят модифицировать, превращая, казалось бы, обычную машину в чуть ли не легковой танк. Подобного вида техника особенно популярна среди наемников и бегущих по краю. И все же, несмотря на всю преступную природу «Шестой улицы», они не до конца забыли о своей изначальной цели. Все же они помогают полиции найти те, отчего по большей части их и терпит правительство и корпорации. Насчитывает в себе «Шестая улица» около 2300 человек, а их основной территорией считается Санта-Доминго. Шельмы – это относительно небольшая и по совместительству молодая банда Найт-Сити. Она насчитывает в себе порядком 200-250 человек, которые, как правило, являются действующими или бывшими секс-работниками, сексуальными меньшинствами, фриками и просто изгоями общества. У Шельм, по большому счету, нет своей собственной территории, если не считать их штаб-квартиру, брейнданс и стриптиз-клуб Лизис. Он располагается в Кабуке, где как раз и ошиваются большинство Шельм. Бар Лизис, к слову, является основным источником дохода банды. Как я уже сказал, Шельмы – это довольно молодая банда. Она была основана 10 лет назад, то есть в 2067 году, после смерти одной женщины по имени Элизабет Борден, также известную как Лизи. С чего же все началось? Эта самая Лизи, бывшая проститутка, была как раз владельцем вышеназванного стриптиз-клуба. Она была известна тем, что справедливо обращалась со своими работниками, а также старалась защищать их от жестоких и агрессивных клиентов. К сожалению, это удавалось ей не всегда. Однажды одна из девчонок Лизи была изнасилована и зверски убита тремя членами банды «Тигриные когти», о которой мы поговорим чуть позже. В ответ на такое хамство Лизи лично зарубила каждого из убийц топором, после чего выставила их трупы на всеобщее обозрение перед своим клубом, заявив, что такая участь ждет каждого, кто посмеет обидеть проститутку. В ту же ночь «Тигриные когти» устроили налет на клуб Лизи, разрушив его, а затем убив саму Элизабет. Однако на этом история не закончилась. В тот момент «Тигриные когти» и подумать не могли, что их действия приведут к огромной буре негодования. Среди людей, которые уважали Лизи, начался полноценный бунт, целью которого было отомстить «Тигриным когтям». Да, конечно, эта банда была большой и в то время, однако это не спасло ее от огромных ущербов, которые стали следствием волны мятежа. Так и появилась банда «Шельм». Она объединила всех ущемленных личностей, особенно среди секс-работников и сексуальных меньшинств, которые теперь вместе защищали таких, как они. Однако, как бы все это красиво не звучало, банда «Шельм» — это, в конце концов, банда, и святыми их не назовешь. За эту самую защиту они просят весьма немаленькую сумму, а также имеют у себя под крылом подпольные бордели, где бог только знает, что происходит. И все же «Шельмы» являются, пожалуй, одной из самых безобидных банд в Найт-Сити. Они стараются избегать прямой конфронтации, если это возможно, хотя их отношения с «Тигриными когтями» все еще очень натянуты. Кстати о них. «Тигриные когти» — это одна из крупнейших преступных организаций в Найт-Сити, которая по своей структуре и методам сильно напоминает Якудзу. Перейдя дорогу даже малозначительному члену «Тигриных когтей», вы рискуете спровоцировать всю банду, что и случилось как раз в истории с Лизис. «Тигриные когти» не терпят неуважения, и если кто-то посмеет его проявлять, данная банда, как правило, быстро за это наказывает. Их методы иногда могут быть даже чересчур жестокими и шокирующими, что на самом деле сильно контрастирует с их в целом рациональным подходом в вопросах того же бизнеса. Основными территориями «Тигриных когтей» считаются «Джапантаун», «Маленький Китай», «Кабуки» и «Чартер Хилл». «Джапантаун», как многим известно, является главным районом ночной жизни, и «Тигриные когти» владеют ощутимой долей бизнеса в этом месте. Да и вообще в целом, данная банда обладает наибольшим числом предприятий по сравнению с другими бандами Найт-Сити. Как правило, это рестораны, брейнданс-клубы, бордели и казино. Большинство из этих бизнесов зарегистрированы как легальные, однако они служат лишь прикрытием для отмывания денег и другой незаконной деятельности. Сами бизнесы не являются основным источником дохода «Тигриных когтей». Больше всего денег им приносит проституция и торговля людьми. Также они зарабатывают на производстве наркотиков, а еще некоторые участники банды активно работают в качестве наемников. Насчитывает в себе банда «Тигриных когтей» около 5,5 тысяч человек, подавляющее большинство из которых имеют азиатские корни. Членов данной преступной организации можно узнать по светящимся азиатским тату, быстрым уличным байкам, катанам и самурайским кинжалам. Численность «Тигриных когтей» действительно впечатляет, однако все же есть одна банда, которая может с ней в этом сравниться. Это, конечно же, Валентина. Она, предположительно, насчитывает в себе аж 6 тысяч участников, большинство из которых имеют мексиканские корни. Хотя, тем не менее, отмечу, что абсолютно любой желающий может вступить в ряды Валентина. Данная банда представляет культуру Чикана, и ранее с ней незнакомые новобранцы, как правило, погружаются в нее с головой, принимая ее традиции и обычаи. Таким образом, общая культура объединяет членов банды, а также других сторонников Чикана воедино, формируя одну большую семью. Те, кто пусть и не связан с преступными делами банды, все равно относятся к ней очень лояльно, на что взамен Валентина зачищает общие окрестности от разного рода негодяев. Да, конечно, и тут не стоит забывать, что данная банда тоже, в конце концов, является лишь сборищем преступников. Однако, в отличие от многих в Найт-Тити, они хотя бы не забыли, что такое нравственность. По их мнению, пожалуй, самое ужасное, что может сделать член Валентина, так это предать свою банду. Если такого изменника поймают, то, как правило, наказывают самой ужасной смертью. Но, напротив, те, кто умер в бою, защищая интересы Валентина, останутся у них в памяти как мученики и святые. Их имена будут распевать в песнях, а лица рисовать на стенах местных улиц. Основной территорией Валентина считается Хейвуд, а точнее Гленн, Уэлл Спрингс и Виста Дел Рей. Узнать члена данной банды можно по татуировкам и золотым ювелирным изделиям с религиозными мотивами. Также с ними, как правило, ассоциируются прокаченные пестрящие лоурайдеры и специально изготовленное позолоченное оружие. Как и тигриные когти, Валентина обладает немалым числом легальных бизнесов. В основном это рестораны, автосалоны, ночные клубы, букмекерские конторы и местные строительные компании. Однако, как и в случае с тигриными когтями, многие из этих бизнесов выступают лишь прикрытием перед нелегальщиной разного рода. В их автомобильных мастерских нередко разбираются и ворованные машины. Ну а также банальную отмывку денег никто тоже не отменял. Вдобавок к этому, Валентина зарабатывают на торговле оружием, угоне, торговле наркотиками, ограблениях, проституции и так далее и тому подобное, и так далее и тому подобное. Да, все же, как бы красиво не звучала их философия, повторюсь, Валентина это тоже преступники, как ни крути. Ну и так, последняя банда на сегодня это так называемые мусорщики. Судя по всему, данная преступная организация появилась не так давно и, к сожалению, в настоящий момент о них известно не так много информации. Да и даже то, что известно, стоит воспринимать с большой долей скептицизма. Но и все же, кто же они такие? Подонки, вот кто они. Безбашенные маньяки, которые зарабатывают на продаже человеческих органов и киберимплантов убитых ими людей. Жертвой может оказаться абсолютно кто угодно. Мусорщики вообще ни во что не ставят человеческую жизнь. И для них любой житель Найт-Сити – это всего лишь набор товаров, который поскорее бы нужно продать на черном рынке. Предположительно, у мусорщиков нет какой-то четкой философии или большой цели. Членов этой банды заботят лишь прибыль и они сами. Мусорщики не имеют своей определенной территории в Найт-Сити. Небольшие шайки этой банды разбросаны по всему городу, и по этой причине у них нет и четкой структуры. Однако, даже несмотря на это, к мусорщикам ни в коем случае нельзя относиться легкомысленно. Не забывайте, что люди в этой банде особо не славятся эмпатией к окружающим, и любого, кто перейдет им дорогу, ждет долгая и мучительная смерть. Как я уже сказал ранее, зарабатывают мусорщики в первую очередь на продажу органов и киберимплантов. Своих жертв у них принято называть донорами. И, как правило, тех, кому не повезло попасть в их лапы, никогда больше не находят. Так как мусорщики привыкли утилизировать трупы целиком. Внутренности продаются на черном рынке, а остатки тела либо сжигаются, либо оставляются на съедение крысам в подземных канализациях. Кроме этого, мусорщики часто работают в качестве наемников. Они готовы выполнить даже самую грязную работу, ведь главное для них это деньги. Остальное детали. Были также известны случаи, когда члены этой банды создавали наиотворотительнейшие брейндансы, где жертва испытывала просто нечеловеческие страдания. В общем, как вы понимаете, мусорщики это далеко не самая приятная банда. Что ж, вот мы с вами и разобрали самые интересные банды Найт-Сити. Обычно на этом моменте я отхожу от лоровой составляющей вселенной и разбираю практическую реализацию всего этого в Киберпанке 2077. Однако, как вы видите, ролик и так получается очень длинным, поэтому я буду краток. Мне не очень нравится, как были реализованы все эти банды в игре. Вернее, как не нравится. Они хорошо представлены на поверхности. Работая с вудуистами, малстрёмом, шельмами и так далее, разница между бандами заметна. Это касается как моральных ценностей, так и внешней презентации. Однако, глубже этого, Киберпанк 2077 нас, к сожалению, не погружает. Мы не можем вступить в ту или иную банду, понять целиком их мотивы и, может, даже принять их взгляды. Подобно гильдиям в серии свитков, например. Хотя, казалось бы, когда делаешь РПГ, такой подход напрашивается сам собой. Но да ладно. Напоследок напомню про свой магазин футболок и другой одежды Flair S, где вы сможете найти себе мерч на тему почти чего угодно. В том числе и Киберпанка. Как обычно, без лишних понтов. Кому интересно, зайдите, полистайте. Может, чё понравится. Некоторые люди уже заказывали различные шмотки и спешу заявить, что жалоб пока не было. Хотя, не то чтобы я удивлён. В конце концов, эти футболки не я лично у себя в подвале делаю, а за этим стоит одна очень крупная компания. По договору я не могу упоминать их бренд, однако, как говорится, те, кто сильно захотят узнать, те узнают. А на этом всё. Пишите, на какую тему касательно лора Киберпанка мне ещё сделать ролик. У меня было в мыслях сделать что-то про кочевников. Ну а я с вами прощаюсь. Всем удачи и всем пока.